здравствуйте добрый день добро пожаловать на русский час сегодня нас особенная гостья это с большим удовольствием я вам представляю писатель переводчик преподаватель знаток английского и русского фольклора и вообще замечательный человек катя сивец тебе слово спасибо за такую рекламу вот ну как бы на самом деле просто скромный фольклорист хорошо давайте начнем сегодня у нас хэллоуин на носу же мы немножко поговорим о вот как было указано в объявлении о страшном русском фольклоре я решила не гнаться за объемом а просто вот поговорить буквально вот нескольких таких известных и не очень известных но очень страшных существах из русского фольклора и просто давайте поделимся страшными историей может быть кто-то из вас видел что-то встречал привидение ведьму может быть вас сглазили не дай бог тьфу 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 вот постучу сейчас по дереву вот давайте потом у нас будет время чтобы все это так обсудить а пока я сейчас начну свою презентацию так сейчас я включу сейчас секундочку мне дайте новый компьютер и я еще даем даем ждем хорошо сейчас мне будет все отлично давайте посмотрим вот собственно моя презентация называется она по цитате из песни высоцкого страшно а жуть жуть это значит очень страшно жутко мурашки по коже хорошо ну давайте поговорим о том что же нас тут такого страшного а во первых вопрос ко всем вам товарищи верите ли вы сверхъестественное сверхъестественное это сверхъестественное супер начало пожалуйста давайте выскажемся начнем с марины марина ты веришь сверхъестественное верю верю да что что домовые есть то что есть духи предков которые нам помогают да мне кажется наш мир населен с всякими интересными такими духами нужно их удабривать отлично подкармливать хорошо джош дальше вам слово вы верите в сверхъестественное ну наверно да но я об этом не много думал но как наверно да есть как домовые такие духи ага да понятно хорошо а вы как верите наверно да но я тоже как джош не очень думал про это что ничего специфичного но я смотрю много как а я забыл как magic магия магия ой я много читала тоже даже по-русски если вы знаете сказку не на муни вечер сказка не на не сказать книга это книга а кто автор муни вечер нет не читала так интересно поищу обязательно на очень мне когда я была маленькой мне очень нравилась серия там всякое сверхъестественное замечательно поищем книгу не на авторство муни вечер кала а вы а я не очень не за я тоже нет не думаю много про там но да не очень понятно но вы скептик да скептик понятно а бенджамин вы верите в сверхъестественное бенджамин нет не верю я учу здесь биология и нейрология типа я очень зависимая science ну зато я люблю писатель этот стивен кинг если вы знаете я вам сейчас расскажу историю одну но моя мама меня просто убьет за эту историю у меня мама микробиолог она тоже phd она работает а в лаборатории микробиологии и вирусологии в казахстане и однажды она звонит мне и говорит ну у нас все хорошо папа здоров брат здоров у нас а в лаборатории было приведение но мы позвали священника а теперь она успокоилась а вот погода теплая я так удивилась то есть у меня мама просто мне говорит про приведение в лаборатории у них микробиологических я говорю мама а что за приведение там было катя вот там 60-х годах тут была одна лаборантка club assistant и она покончила с собой там что-то повесилась и теперь ее призрак вот появляется у нас лаборатории но это ничего мы позвали священника мы провели обряд вайт и теперь она больше не приходит как бы всей лаборатории устроили поминки я так думаю боже ж мой а так что на самом деле можно быть биологом бенджамин и быть суеверным особенно если вы в россии так что имейте ввиду понял спасибо за историю да ну агнас я не знаю а ты можешь просто сказать ты веришь в сверхъестественное или не веришь да верим и всем как бы братья славяне мы такое верим хорошо давайте посмотрим а как вы думаете какой процент россиян верит в сверхъестественное percent больше чем 50 наверно больше чем 50 еще есть другие какие-то версии но если пользуем статистике из этот разговор где-то 90 процентов ну хорошо давайте посмотрим сейчас вот ну на самом деле трудно найти вот такую статистику достоверную потому что невозможно опросить всех россиян но вот проводился один из многочисленных статистических опросов 2013 году и оказалось что верят 46 процентов не верят 43 процента и 10 затруднялись ответить из тех кто верит верят в бога 11 процентов это тоже сверхъестественное маловато маловато ну видимо как то вот так в духа в душе умерших это к тебе марина ты только сказала 6 процентов призраков привидения гость это ко мне 5 процентов что то есть что то есть 5 процентов домовых и леших 4 процента чертей бесов и нечистую силу 3 процента магов колдунов 2 процента остальное 19 процента я думаю что люди просто не сказали всю правду я так думаю что магов и колдунов верит там не знаю 60 процентов население очень много а вот опять же по вот этому опросу население в целом да мужчины больше не верят женщины больше верят такая вот разбив по поводу гендер вот информация по этому опросу 13 октября 2013 года 320 городов 160 сел то есть население такое городское вот и опять же вот эти данные то есть 14 процентов россиян сказали что сталкивались сами сталкивались потусторонними силами и ходит домой человек которого по ночам приходит домовой стаскивает одеяло за руки хватает все это происходило пока мы с ним не подружились а то есть можно стать его другом восемнадцать лет меня душила сильная женщина души значит сахар это очень страшно но хорошо что в 18 лет они 18 лет потому что было бы еще хуже и наконец видел бога ну вот молодец хорошо значит мы как бы суеверия вера вот домовых в чертей в россии еще очень даже жива в магию как сказала нам одна из участниц а вот как вы думаете почему так много россиян верят сверхъестественное почему тишина старая культура не знаю старая ортодоксия там что-то есть не знаю да как бы то есть то что называлось двоеверьем то есть это сочетание вот языческих верований как пейган и вот православной культуры может быть поэтому может быть это связано с тем что у людей в россии жизнь такая довольно-таки тяжелая непредсказуемая а вера в сверхъестественное помогает ощущать какую-то контроль над своей жизнью что вот если я буду делать вот это вот это вот это то со мной ничего плохого не случится вот например как говорили у нас был домовой но мы с ним подружились we are now friends то есть можно изменить ситуацию свою пользу можно подружиться с домовым и это замечательно суеверия часто возникают в обстоятельствах когда бы жизнь очень такая тяжелая и непредсказуемая и мало над не вот реального контроля контроль взять хочется вот поэтому например очень суеверные люди это пилоты это моряки например в балете очень много свою верить держи действительно тяжело давайте поговорим о страшном давайте поговорим о всяких страшных существах это мы прокрутим потом к этому вернемся ну давайте начнем таких существ которые менее популярны менее известны но все равно довольно таки страшно у нибудь слышал об этом существе о баннике кто знает банника кто-нибудь знает никто не знает ну тогда интересно как бы вам будет об этом послушать об этом баннике вот олег вы тоже не знаете вот узнав про банника вам туда вообще не захочется больше никогда значит что такое банник это дух бани а баня у славян считалось элементальным местом как лиминал плейс то есть место на границе потому что здесь соединяется чистота поскольку в бане люди мылись и не чистота поскольку там нет икон то есть не на что перекрестить там живут такие страшные существа банник представляет опасность для людей он может наказать тех кто нарушает банные правила банных правил много например нельзя мыться после полуночи после 12 часов значит что с вами может сделать банник он может вас мы уже знаем слова задушить окатить кипятком в бане же очень горячая вода или содрать с вас кожу вообще ужас но при этом с банником тоже можно договориться и вот например а во время рождественских святок это 12 days of christmas девушки гадали в бане и баннику можно было задать вопрос о своей судьбе что нас ждет будущем году выйду ли я за замуж умру ли я стану ли я богатой вот такие можно задать вопрос вот кто-нибудь знает вообще кто-нибудь слышал про русские гадания что такое гадание я слышала а что такое гадание доктора александрова что хочешь узнать свое будущее да используя подручные средства например можно кофейную гущу чайные листья можно взять свечу candle и вот воск будет капать в воду и смотреть что там за форма на что она указывает но гадание в бане происходило вот так просто одно из самых популярных гаданий как бы мне это все рассказать так цензурно что девушки снимали нижнее белье и голую свои голые свой голый зад засовывали в баню и если рука которая их трогала за попу была теплой и пушистой то значит весь год будет богатым хорошим если рука была холодной и такой гладкой значит год будет плохим и бедным да то есть как бы вот это еще надо осмыслить то есть тебя будет банник вот такой рукой хватать за интимные места это вообще ужасно только девушки ходили так в деревнях только девушки причем гадали еще в 60-х годах по крайней мере есть свидетельство об этом и конечно все молодые люди из деревни все мужчины там прятались в бане собирались в бане брали там не знаю теплые какие-то варежки или наоборот ничего не брали и как бы помогали гадать я бы на такое не согласилась а вот ну кстати вот на тему гаданий можно посмотреть вот гравюра 19 века здесь еще старая орфография сидит девушка причем она дворянка она распустила волосы видимо сняла себя крест потому что всегда снимали вот и вот баня тут вот печь она вот видимо растопила воск у нее свеча и увидела смерть поэтому она уронила вот воду которая тоже можно допрыгаться я как человек который очень любит современную интерпретацию фольклора тоже могу вам посоветовать книги где встречаются вот более современные более современный взгляд на вот на традиционные такие истории а в том числе и на вот фольклора баннике а сейчас есть очень популярная писательница в россии зовут ее дарья бобылева вот у нее есть две книги где встречается много фольклорных мотивов одна книга называется забытый человек другая книга называется в юрки и по ней будут снимать сериал и там очень много разных фольклорных моментов там и домовые баннике теки текимор и кто угодно то есть очень как бы насыщена книга именно фольклором очень вам рекомендую вот забытый человек и юрки дарьи бобылевы пишет она легко то есть как бы вот если у вас будет допустим дополнительное чтение то прямо Можете попробовать. Особенно забытый человек это вообще рассказ. Еще одно существо тоже не очень известное, но очень жуткое. Это Игоша. В общем, не знаю, но обычно это Игоша. Не знаю, где там точно должно быть ударение. Что такое Игоша? В каждой культуре есть истории о духах детей, маленьких детей, которые умерли без крещения, without baptism, или были убиты родителям. Это есть и в английской культуре, и в китайской, и в японской, в скандинавской, в любой. Но есть это и у нас. Вот Игоша – это дух ребенка, умершего до крещения. То есть он не получил имя, он не получил спасения, ему не повезло. И он выступает в виде уродца, без ручек и ножек. То есть у него нет ни рук, ни ног. Если он был захоронен рядом с домом, что в деревнях встречалось довольно часто, то он становился домовым. А если жители не признают этого духа, то он начинает пакость. Вот он такой вот жуткий. И опять же, если вы хотите прочитать очень интересную историю, есть рассказ Владимира Адоевского «Игоша». Написан он был в 1833 году, еще в XIX веке. И он как бы рассказ сам о маленьком мальчике, к которому приходит Игоша и начинает пакостить. Начинает ему вредить. То есть у него нет какого тела, нет рук, нет ног. И все, что он делает такого плохого, все его пакости, естественно, за это ругают мальчика. Потому что сам мальчик, наверное, это и делает. То есть это как imaginary friend, воображаемый друг. Хорошо. Какие-нибудь есть вопросы? А пока вот о баннике, об Игоше. Нет? Страшно? Жутко? Страшно. А кто-нибудь из вас играет? А есть защита от Игоши, нет? А? Какая защита от Игоши может быть? Нет никакой защиты. Ужас. Страшно. Ну, ему нужно давать все, о чем он просит. А просит он на все. То есть он будет... Понятно. Игрушки, печенье, молоко, понятно. Вот у меня два таких Игоши сейчас, они постоянно. Мама, мама, мама. Вот. Ага. Вот. Да, то есть от него защиты нет. Хорошо, а вам вопрос. Кто играет в игру Ведьмак, The Witcher? Игра, компьютерная игра Ведьмак, The Witcher. Нет фанатов? Никто не играет в игру The Witcher. Обычно всегда кто-то играет. Я не играю, я обидела. Ну, понятно. Но вот в игре The Witcher тоже есть вот персонаж, называется Ботчлинг, и на русский его переводят как Игоша. То есть мне было интересно, что как бы на русский подбирают такой как бы эквивалент наш, такой старинный для вот героя современной игры. На Игошу он не похож совершенно. У него есть и руки. Ну, у него руки, но не кошмар. Ну, такой, знаешь, как бы. Вот. Лысый. У меня сын лысенький. Так что я как бы лысых наоборот. У меня и кот лысый. Вот. Ну, ладно. Да. В общем, как бы и в современных компьютерных играх тоже есть место вот этому фольклору про некрещенных умерших детей. Дальше. Опять же, еще один дух русского фольклора тоже уже не такой известный, не такой популярный, но как бы все равно есть, он используется просто когда в поговорках, страшная как кикимора или кикимора болотная. Это кикимора. Кто-нибудь слышал про кикимору? Ну, да, понятно. Ага, давайте поговорим, что такое кикимора. Кикимора – это злой женский дух дома. Иногда считается женой домового. Вот так она выглядит на рисунке Ивана Билибина. То есть, такое страшное существо на куриных ногах, то есть, ноги, как у курицы. Такие вот страшные какие-то костлявые пальцы, хлюв, рога, уши, все что угодно. Но при этом у нее такой русский платочек и сарафан. Видно, что это наша русская кикимора. Кикимора тоже, как и Егоша, может пакостить, может вредить, может насылать кошмары, sand nightmare, может вести себя, как полтергейст, бросать, там вот все вытаскивать. Опять же, как и Егоша, а кикиморы связаны с детьми. То есть, считалось, что кикиморы происходят от проклятых детей. То есть, ребенка прокляли, херст. Мама сказала, да что бы тебя черти взяли, да черт тебя бери. И как бы считается, что мама отдала этого ребенка черту, прокляла его. Этот ребенок может стать кикиморой. Очень страшно. А также кикимора заведется, если подбросить в дом проклятую куклу, как кукла Вуду. Опять же, от кикиморы очень трудно избавиться. То есть, можно найти эту куклу, дом куклы, и выбросить ее. Или может помочь святая вода из церкви. Можно позвать священника, он побрызгает святой водой, и это может помочь. А может и не помочь. Какие-нибудь у вас есть вопросы про кикимору или комментарии? А есть типа кикимора в другие культуры? Ты показала, что она имеет русские типа одежды. А бывает кикимор или эквивалент кикимора в других культурах? В других культурах, да. Ну, если, допустим, мы рассматриваем английскую культуру, известную нам по книге Гарри Поттер, то это разные, допустим, гоблины. То есть, это не как добби. А вот, допустим, скорее, как помните, garden gnomes, гномы, допустим, которых они выкорчевывали в доме Уизли. Вот такие, допустим, существа, как гоблины, а в английском фольклоре богарты. Вот это такой эквивалент кикиморы, например. Ну и вообще, как бы, да, любые такие злые духи именно дома. То есть, ну, гоблин, скажем так, это самый близкий эквивалент в английской культуре, потому что гоблин, он живет у тебя дома. Естественно, в японском фольклоре очень много, ну, очень много различных монстров, которые живут дома, которые даже живут, может быть, в ванной, в туалете. То есть, там эквивалент, наверное, найдется. Так что, да, такие эквиваленты есть. Спасибо за вопрос. Еще что-нибудь можете сказать про кикимору? Ну, кикимора только женщина, да? Да. А в иных культурах тоже такие, которые бывают только женщины? Которые бывают только женщины? Да. Ну, например, как бы, например, в английском фольклоре есть персонаж, называется Дженни Гринтиз. Это персонаж, который живет в воде, как русалка, например, может топить детей. То есть, это именно злой персонаж. Он всегда женского пола. Ну, русалки тоже. А что касается персонажей, которые живут дома, в других культурах, там скорее, я бы сказала, что они скорее мужчины, именно домашние духи. Да, это очень интересный вопрос. Почему, допустим, у нас женщины, а, допустим, гоблины в основном мужчины в английском фольклоре? А фейри и мужчины, и женщины? Не знаю. Может быть, мы думаем, что от женщин много вреда. Агна смеется. Опять же, если вы хотите рекомендацию очень хорошей книги, просто замечательной книги, я не знаю, есть ли она на английском или нет. Это книга Евгении Некрасовой. Называется «Калечина-малечина». «Калечина-малечина» – это просто как бы такая бессмысленная фраза, как считалка, как Хампти-Дампти. Это история о девочке, которая живет с мамой, с папой, и папа у нее абьюзер. Она живет в обстановке домашнего насилия. У нее такая тоже нехорошая обстановка в школе. У нее злая учительница. У родителей отбирают дачу. То есть все действительно у нее очень плохо. Это очень узнаваемо, то есть это очень социальный роман. И девочке помогает ее альтер-эго – это кикимора. Причем кикимора настоящая, вот как на этой картинке, вот такая кикимора приходит к ней и помогает решить ее проблемы. И проблемы, с которыми девочка сталкивается, это довольно-таки жуткие проблемы. То есть именно это насилие, в том числе и сексуальное насилие, это домашнее насилие, это, допустим, финансовый абьюз. То есть кикимора становится таким, знаете, феминистским символом противостояния абьюзов. Это очень здорово, это очень крутой роман. Я его всем рекомендую и надеюсь, что он появится и на английском. Просто он прекрасен. Время у нас еще есть, да, время у нас еще есть. Хорошо, давайте тогда поговорим о... Ну, помотаем, поговорим о домовом. Ну, все, например, знают домового, да? Хорошо. Что вы уже знаете про домового? Что вы можете рассказать? Извини, может быть, я пропустил. Домовой – это что, димон? Нет, домовой – это дух дома. А, спасибо. Если как бы тут есть... Он будет играть с кошкой? Может, да. Когда что-то попадет в дом, можно попросить домовой и показать, где находятся. Да. Джош, замечательно. Это как бы очень интересный комментарий. Да, можно попросить домового, и он найдет потерянную вещь. И есть как бы разные такие формулы, что нужно говорить. У меня дома мы говорим шут, шут, поиграй, да, отдай. Если я что-то потеряю, я хожу и говорю шут, шут, поиграй, да, отдай. Шут, шут, поиграй, да, отдай. И он мне это отдает. Вот. Еще вы что-нибудь знаете про домового? Надо его кормить, да? Или дать ему еду? Да, его надо кормить. Надо давать ему еду, да? Это конечно. Никому не нужен злой, голодный домовой. Вот в английском есть слово hangry. Hungry and angry. Вот домовой – это как воплощение hangry. Он очень злой, когда голодный. Когда переезжает. Кто еще хочет сказать что-то? Да. Катя, а я вот слышал, что некоторые домовые любят детей, чтобы в семье было много детей. И они, ну, способствуют этому всячески. Хотят, чтобы в квартире, в доме жило больше детей. А зачем им дети? Что они с ними хотят делать? Ну вот, дружить хотят. А, ну, дружить, хорошо. Домовой способствуют детям в следующей картине. Вот, ага. Да, как бы я слышала, что домовые любят детей. На самом деле, а есть истории про то, что и кикиморы любят детей. То есть они могут детям помогать. То есть ребенок, он такой самый незащищенный. Домоблега любят есть. Да, ну да, домовые детей не едят. Домовые, да, с ними дружат. Может быть, что действительно домовые, вот как это такие отголоски, вот, фертильных ритуалов языческих, что да, что они могут способствовать появлению детей. А еще его нужно приглашать, когда переезжаешь на новое место. А как его нужно приглашать? Расскажи. Ой, я, честно говоря, не знаю. У меня мама говорила, что просто пригласить домовой, домовой, поехали со мной или что-то такое. Ну да, да, можно его так просто сказать. Можно положить веник, как брум, и попросить, чтобы он сел на веник, и потом его отнести в новый дом. Вот, так что это как бы домовой, это как душа дома, обязательно в доме должен быть домовой. Да, отлично. Ну, мы очень много знаем всего о домовых. потому что это, наверное, самый популярный персонаж русского фольклора. Вот. Он похож иногда на пушистый шар, как фазибол, или на черного кота. Может помочь с работой по дому или, наоборот, наказать за лень. Если вы не убираете в доме, если вы не моете посуду, то он может вам разбить посуду, все разбросать. то есть это проблема. На самом деле, что тут страшного, это то, что он может душить во сне. Душить во сне. Или путать женщинам волосы. И вот много-много, сейчас я пролесну, много встречается в интернете истории именно о том, что домовой, он ходит вокруг. То есть женщина пишет, что она слышала скрип, что рядом скрип, скрип, крикен, крикен, что кто-то вздыхал у нее по духам. Вот. А кто-то пишет о том, что кошка рычала на пустоту. Он снял это на видео. Вот, может быть, она рычала на домового. Вот. То есть истории, что душит он только тех, кого не любит. Кто-то слышал звук по духам. Вот. Любит детей. Вот. То есть очень много в интернете есть истории о том, что домовые делают, но часто пишут, что они могут тебя душить. Вот. Это действительно жутко. Но, опять же, если вы слышали про такой феномен, как sleep paralysis, сонный паралич, когда вот такое ощущение, что ты просто лежишь и не можешь пошевелиться, то очень часто в разных культурах по-разному объясняют вот это состояние, как sleep paralysis, сонный паралич. То есть такое ощущение, что кто-то лежит у тебя на груди. Это отсюда история о ведьмах, тоже о суккубах, о разных гоблинах, которые приходят, садятся на грудь. Вот. Ну, в России это история домовых, то, что домовой садится на грудь и тебя начинает так душить. Но не убивает. Имейте в виду, что домовой это не совсем зло. Если мы посмотрим опять на изображение домовых в русской культуре, это такое очень популярное изображение домового. Борис Кустодиев, художник, который рисовал таких женщин формами, называется Купчиха, Мерчинзл и домовой. То есть вот домовой у него фонарь, он ходит по дому, смотрит, чтобы все было хорошо, чтобы все было на месте и он увидел Купчиху. И он смотрит на нее, как нам сказал Олег, он думает о том, наверное, чтобы в этом доме было побольше детей, и он ей поможет. Надеюсь, что нет. Ну, как бы ей жарко, то есть, видимо, открыта печь, что может быть ей очень жарко, и от этого у нее какие-то кошмары, что может быть у нее галлюцинат, что к ней пришел домовой. А может быть это все-таки про детей. Хорошо, если мы еще обратимся к домовым в русской культуре, кто-нибудь видел этот мультик «Дом для Кузьки» про домовенка Кузю? Марина видела еще кто-нибудь? Неля, вы не видели? Нет? Нет, не думаю, что. не видели. Обязательно посмотрите, лежит в Ютубе, можете набрать «Домовенок Кузя» или «Дом для Кузьки». А вот о чем как бы этот мультфильм? Мультфильм о как бы о столкновении города и деревни, что все меньше и меньше в России становится деревень, повсюду большие высокие городские дома и что делать домовым, где им жить? У них кризис, у них проблема с джентрификацией. Они раньше жили в деревенских домах, а теперь понаехали кикстеры, построили свои дома и где им жить? И этот домовенок, он перебирается в городской дом и как бы знакомится там с девочкой. То есть опять же мы заметили вот такая тема постоянно повторяется именно вот в интерпретации фольклора, что это часто какое-то существо из фольклора и ребенок. Именно ребенок чувствует себя уязвимым, незащищенным. И это фольклорное существо становится его воображаемым другом, становится его защитником. Это очень-очень часто встречается. вообще в любой массовой культуре. Мультик прекрасный, думаю, вам очень понравится. И вот здесь такой классический домовой в косоворотке в русской красной рубахе девочка Наташа. И наконец кто смотрел фильм «Сумерки»? «The Twilight»? Про вампиров. Белла и Эдвард. Смотрели? Да? Хорошо. Вот сейчас представьте себе Эдварда Каллена. Эдвард Каллен. Паттис заиграет. Эдвард Каллен. Хорошо. А теперь представьте себе, как Эдвард Каллен выглядел бы, если бы он был не вампиром, а домовым. Представили? Вот так. Это фильм домовой 2019 года. В принципе, сюжет в нем такой же почти, как и в мультике домового. То есть, есть девочка, есть мама девочки, и есть домовой, и есть как бы злые риэлторы. Evil real estate is. Вот. И домовой помогает защищать свой дом. И вот домовой тут очень такой мужчина, вот именно похож, как мне кажется, на Эдварда Каллена. То есть, он такой очень симпатичный. Он совершенно не выглядит, как этот домовой или как этот. То есть, он такой стильный, хипстерский, такой метросексуальный современный домовой. с блестящими глазами, точно глаза, как у Каллена, как у Эдварда Каллена. Вот. Так что, тоже можете посмотреть, все это можно найти, по-моему, даже на ютубе. И, как бы, познакомиться больше вот такой современной русской культуры. Хорошо. Но я свою часть закончила, теперь давайте поговорим о вашем опыте. Вот вы сталкивались с чем-нибудь сверхъестественным? Или у вас есть домовой или привидение, ghost? Что-нибудь вы такое в жизни видели, слышали? Или, может быть, не вы, а ваши друзья или родители? Олег качает головой, ничего не слышал. Кто у нас там еще? У нас Бенджамин, да, не верит вообще ни во что такое. Я пробую думать, если мои родители или бабушка, дедушка что-то рассказали, но я не помню ничего такое. Пока я имею момент. Значит, это было не... Я хотел спросить, зачем у кота телефон в этот постер для домовой фильм? Это какой-то супер домовой? Ну, тут как бы о том, что домовой подружился с котом, то есть кот стал его другом, потому что в фольклоре тоже как бы домовые... Я не вижу, здесь кота, нет, нет, кота, и тут нет кота. Просто очень часто как бы в фольклоре домовые как бы ассоциируются с котами, дружат с котами. Зачем у кота телефон? Чтобы было круто. Cool factor. чтобы было современно, а то как бы у него айфон, наверное, какой-нибудь, айфон 10 или 11, очень крутой, наверное, какой-то, потому что должно же все быть, так знаете, по-хипстерски. Вот поэтому. Спасибо. Вот хипстер и домовой хипстер. У меня Баня никогда никто не трогал попу, но имел хорошие года, не знаю. Ну, это прекрасно, что мне тоже в бане никто никогда ничего не трогал, вот, так что слава богу, и пусть не трогают дальше. У меня такой вопрос, вот всегда вот эти все привидения, призраки, домовые и прочее назывались нечистой силой, да? А что такое чистая сила? Вот мне интересно, Катя, вот вопрос на засыпку. Есть ли такая чистая сила, если у нас есть нечистая сила? Нет, ну, чистая сила, это как святые и ангелы, то есть это вот как бы, ну, вот вообще понятие нечистая сила, как unclean power, связано с тем, что как бы история о том, что вот ангелы под предводительством Люцифера устроили войну против бога и упали как бы все на землю и упали в болото, там, в грязь упали в баню упали кому-то, вот, и превратились в такие грязные нечистые силы, а те, кто остался наверху, те, кто остался с богом, это как бы чистые силы и все хорошо, вот, так что нечистые силы более интересные, что ли, потому что про ангелов вот такое не расскажешь, у нас как такового хиловина нет, но празднуется ли какой-то или был ли какой-то языческий праздник, который похож на хиловин? Ну, было очень много таких праздников, то есть они были просто как бы разбросаны по году, то есть я уже говорила, что были святки, то есть на святках гадали, вступали как бы именно в такую связь фактически с нечистой силой, то есть было много разных ритуалов, а потом масленица, когда на масленицу жгли вот куклу масленицы, было тоже много языческих обрядов, потом опять же летом у нас строится русалочная неделя, когда русалки, духи воды, они бегали по лесам и хохотали, людей щекотали, вот, тоже тогда жгли костры, Иван Купала тоже прыгали через огонь, пускали венки по воде, да, то есть у нас вот именно вот такие хэллоуиновские праздники, праздники похожие на хэллоуин, были разбросаны по погоду, что касается именно хэллоуиновской традиции одеваться во что-то, да, страшное, монстров, чертей, то эквивалентом этого будут калятки, калятки это почти как кэролин, то что у нас здесь есть в английской традиции, например, это было под Рождество, тоже во время святок, люди одевались может быть в медведя, в козу, в черта и ходили по домам, стучали в дверь, пели песни и получали какую-то награду, то есть вот это был скорее ближе всего к хэллоуину, это были калятки во время святок. У меня есть комментарии про моборь. Это просто смешная история, но я работала вожатой в русском лагере летом, это было через зума в этом году, но у нас есть такая программа, где мы делаем маленький сериал, чтобы как развлекать детей, и в этом году у нас был один называется драмовый, это было как гейм-шоу с домовой, это все вожатые, я не была, я не участвовала, но как другие вожатые, мы одевались и были сняли фильмы, то было очень интересно, они делают такие задачи, чтобы выиграть, я забыла что-то, но как надо убирать комнату или что-то другого делать, но просто смешно, это большая часть русской народной культуры, да. Да, абсолютно верно, домовой, это просто это наше все по Пушкин. Еще у кого-нибудь есть комментарий, может быть встречал привидение или не знаю, что-нибудь такое, ведьму, witch. Извини, Марина, ты хотела что-то сказать? говори, говори. Я не имею никакой интересной истории, но я начал спросить, из этих духов, которые ты рассказала, которые есть, как сказать, какое их как-то interrelation, есть какой-то levels, какой-то более сильный, чем другой, какой-то маленький, они дружатся, они не дружатся. Ага, ага, очень интересный вопрос. Ну, это опять же зависит как бы от, вообще фольклор, он такой очень разнообразный, он такой, а очень гетероген, не монолитный. И, допустим, в одной деревне говорят одно, а в другой деревне, в другой области говорят другое. Но, в целом, вот, те духи, о которых я рассказала, это то, что называется низшая мифология, lower mythology. выделяют вообще, если их как-то категоризировать, то это будут духи, связанные с домом и духи, связанные с лесом, с природой, русалки, лесшие, водяной и так далее. А что касается духов, связанных с домом, то они, ну, они в основном друзья, то есть, как бы, они все вместе против человека. Домовой самый добрый из них, банник самый злой, Кикимора тоже злая, но иногда бывает женой домового, то есть, у них там все очень серьезно. И, как бы, есть, в принципе, духи в разных других постройках, в других зданиях. Например, был амбарник, авинник, то есть, spirit of the barn, spirit of the halo, все такое. Да, так что, но они более-менее дружат, у них как бы все нормально. Но, например, может быть проблема, вот вы переезжаете в новый дом, да, и вы с собой приглашаете своего домового, но в том доме уже есть домовой, и как бы вы привезли своего, то есть, у них будет драка, они будут выяснять, кто сильнее, останется ли старый домовой, или новый домовой, допустим, там будет теперь жить, то есть, вот это может быть такой конфликт между домовыми. Интересно, спасибо. Пожалуйста, спасибо вам за вопрос. А вот как-то, вот не знаю, вопрос такой скорее риторический, потому что считается, что когда человек умирает, то его душа еще 9 или 40 дней витает вокруг дома, и нужно молиться, нужно совершать определенные обряды, чтобы душа отошла в иной мир и уже там как бы упокоилась. Вот это как-то связано с призраками-привидениями, вот на твой взгляд. На мой взгляд, ну да, то есть, ну вообще как бы, там же много других обрядов, например, зеркала вот закрывают тканью, и такие же поверья есть, например, в Европе, в Англии, в Скандинавии, тоже верили, что нужно закрыть зеркала, например, или закрыть вообще все зеркальные поверхности, любые отражающие поверхности, то есть не должно быть ничего, в чем душа могла бы увидеть себя, например, понять, что она умерла. Да, как бы, мне кажется, что да, что это история о призраках, связанной с этими поверьями, то есть, ну опять же, это не только как бы поверья, присущие русской культуре, опять же, ты больше, наверное, знаешь эту тему, ну вот, допустим, вот, вера в Бардо, да, вот, в Тибете, например, в том, что это вот такое тоже лиминальное место, где, куда попадает душа, и она понимает, что ей нужно пройти этот путь, вот, вот. Ну, хотя бы можно подготовиться, правильно, прочитал книжку, да? Да, можно подготовиться. Она ждет. Да, то есть, это такой период как бы перехода для души, но опять же, может быть, что вот душа останется здесь, но чтобы ей, чтобы она осталась, должно произойти что-то нехорошее, то есть, допустим, может быть, или кто-то умер некрещенным, или кого-то убили, и вот тогда душа может превратиться в... самоубийца, да, тот, кто-то... самоубийца, да. Ленин, например, до сих пор не захоронен. Ну, он бродит по Европе призрак коммунизма. Да, спасибо, настолько интересная лекция. Спасибо за приглашение. Очень приятно. Счастливая половина всем, и, кстати, сейчас у нас с вами присутствует наш следующий гость, Олег. Олег в следующий раз нам будет рассказывать о чистых силах в истории русского православия, так что присоединяйтесь. Тщательно. Я обязательно к вам присоединюсь, Олег, я с удовольствием послушаю, это как бы интереснейшая тема, так что, да, перейдем, как говорится, от ужасного к прекрасному, от чистых силах. От низшего к высшему. Да. От низшего к высшему, вот как должна стремиться душа человека. Да, спасибо огромное, да, и пишите Кате, да, напрямую, может быть, ты свой имейл оставишь, чтобы все, у кого есть вопросы, обращались. А можно сейчас я его в чате быстро за чатю, сейчас я, подожди, прекращу, я сейчас делаю стоп-шер, и сейчас я в чате свой имейл сюда, так сказать, здесь прекращу. Так, вот можете мне писать напрямую, сейчас в чатике увидите мой имейл, вот он, ycote.tax.id так что, если у вас будут какие-то вопросы, или вы захотите копию, допустим, моей презентации, то с удовольствием вам пришлю на вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое. Вам спасибо и прекрасного, ужасного хэллоуина. Да, отлично. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.